Всех приветствую! Продолжаем рассматривать работы художников и знакомиться с их автобиографией. Гарри Феррингс, британский художник и иллюстратор. Он начал свою карьеру Illustrated London News, прежде чем перейти в Punch. Также иллюстрировал романы Ильюса Керролла, Сильвии и Брутвула. Родился в Ирландии 26 марта 1854 года. Считал себя англичанином, поскольку его отец был англичанином, а мать Шотланд. Получил образование в колледже Уэсли в Дублине. Его первой работой в качестве иллюстратора была работа Illustrated Sporting and Dramatic News. И когда она была куплена владельцем за Illustrated London News, он перешел в этот журнал. Создавал иллюстрации к таким общественным мероприятиям, как лодочные гонки в Гудвуде и ежегодный костюмированный бал в Бруквудской лечебнице. Также выступал в качестве специального корреспондента, освещающего аспекты жизни в современной Англии. Такие, как скандальные бракоразводные процессы. Иллюстрации не всегда следует рассматривать, как созданные свидетелем изображаемых событий. Я цитирую в Википее переводную. Через несколько лет Фрэнсис перешел на графику, первоначально написав и проиллюстрировав серию приложений под названием «Жизнь в парламенте». И он комментирует, что с этого времени было бы трудно назвать какую-либо иллюстрированную статью, с которой я когда-либо не был связан. Его самые известные юмористические рисунки были опубликованы в журнале Punch, над которым он начал работать в 1880 году. В 1889 году проиллюстрировал роман Льюиса Кэрролла «Сильве и Бруно», а в 1893-м «Сильве и Бруно» были завершены. Кэрол и Фрэнс иногда создавали картинки и текст одновременно. Кэрол осуществлял контроль над иллюстрациями Фрэнса до такой степени, что Фрэнс притворялся отсутствующим, когда Кэрол звонил к нему домой. После того, как «Сильве и Бруно» были завершены, Фрэнс поклялся никогда больше не работать на автора. В 1890 году проиллюстрировал роман Библиотеки Бадминтона, посвященный гольфу. После ухода из журнала Punch Фрэнс выпустил свой собственный юмористический журнал «Лика Джока». Но когда это не удалось, он переехал в Америку, где работал писателем и актером зарождавшейся киноиндустрии и где в 1914 году создал первый анимационный фильм для Томаса Эдисона. Его двухтомная автобиография под названием «Признание карикутуриста» была опубликована в 1902 году, а следующий том личных воспоминаний и анекдотов был опубликован в 1904 году. Фрэнс написал и проиллюстрировал 29 собственных книг, в том числе некоторые викторианские мужчины и некоторые викторианские женщины, а также проиллюстрировал 34 произведения других авторов, включая полное собрание сочинений Чарльза Диккенса, Уильяма Теккерея. Над некоторыми проектами, такими как иллюстрации к книгам Ферроу, Фрэнс сотрудничал со своей дочерью, коллегой художницей Дороти Фернс. Фернс женился на Мэриан Роджерс в 1877 году, умер в Англии 14 января 1925 года. Вот такие данные из переводной википедии о британском художнике и иллюстраторе Гарри Фернс. Пока-пока, до свидания, смотрим работы. Субтитры создавал DimaTorzok